В этом году фестиваль «Смоленский звездопад» вышел на международный уровень. Своё творчество представили пиротехники Польши, а оценивало выступления жюри с участием представительницы Китая. Ещё одна особенность нынешнего фестиваля – платный вход и продуманная организация. Праздничная программа включала выступления танцевальных и музыкальных коллективов, выставку арт-автомобилей и развлечений у детей. Как ваше настроение? Великолепно! Вам нравится вообще всё происходящее? Да, пока да! Особенно, что понравилось. Что детей развлекают. Каждый нашёл занятие по себе. Пока пиротехники готовились к представлениям, на сцене выступали музыкальные коллективы. Спасибо, друзья! Специальными гостями концерта стали популярные группы «Пропаганда» и «Мамульки Бэр». Поздравляем со стопачно-двигающимся вас юбилеем! Мы это недавно пережили в Ярославле. У нас тоже было тысячелетнее, правда, а младше на 150 лет. Ну, весёлое было время, так что, если к ним вам заедут. Третий фестиваль фейерверков зрители ждали с нетерпением. Одни ещё не забыли впечатления от предыдущих шоу, другие были наслышаны, а теперь поспешили увидеть. Фейерверчное шоу было в прошлом году, понравилось, услышала друзей, решила приехать сюда. Но, надеюсь, будет в пять раз лучше, чем в прошлом году, потому что всё-таки стремимся к лучшему. Смоленский звездопад напрямую связан с историей города. Летописи гласят, что в 1396 году на Руси прогремел первый салют. Тогда в Смоленске пушки били два часа. Спустя века традиция получила не менее грандиозное продолжение. Совместно с администрациями, как Смоленска, так и Смоленской области, и опять же при поддержке наших жителей и зрителей, я думаю, что Смоленский звездопад станет брендом. В том году Смоленский звездопад получил диплом лучшего фестиваля 2012 года, был признан Российской пиротехнической ассоциацией как лучший фестиваль того года. Будем стараться дальше, дальше, дальше набирать награды и прославлять нашу Смоленскую область и город Смоленск. Первое «Вечернее небо над городом» озарила композиция подмосковной команды «Салют у лучших коллекций». Прошлогодний победитель фестиваля представил внеконкурсную программу, посвященную юбилею Смоленска. Продолжили шоу конкурсанты. Пиротехники из Ижевска, польского города Шецен, Казани и Нижнего Новгорода. Жюри отметила все команды. Казань за лучшее пересветовое решение, Польшу за виртуозную технику показа. Гран-при фестиваля получила команда «Огнебольшого праздника» из Нижнего Новгорода. Ее выступление специалисты назвали «Небесным танцем». Мне особенно понравилось это Нижнего Новгорода. Сочувствую прямо к «Огнебольшому шоу». Все понравилось, все хорошо, спасибо большое. Организаторам всем спасибо, участникам. Мне понравилось все, сколько тут локации. Что здорово, погода, Смоленск, море вам! Финальным аккордом пиротехнического шоу стало показательное выступление смоленской команды «Фейерверкмастер». Финальным аккордом пиротехнического шоу.